Добрый день всем-всем-всем! С вами снова ваша Галя. Сейчас вечер, очень хорошая погода у нас, сейчас дождики. Кто-то любит дожди, кто-то не любит, я очень люблю. Вот, мне легче дышать, у меня прям появляется энергия, когда есть дождик. Вы знаете, в последнее время меня очень много стало тянуть на поумничать, поговорить о чем-нибудь интересном. В своей прошлой жизни, до приезда в Израиль, я вела психотренинги. Вы знаете, конец 90-х, когда очень многие начали открывать свои бизнесы, не зная основ этой работы, я преподавала этику, психологию, бизнес. И очень много рассказывала людям о том, как надо работать, и, знаете, параллельно о том, как относиться к себе. Хоть это и была психология бизнеса для людей, которые начали делать бизнес, ничего в этом не понимая, врачи начали открывать, ну, жизнь такая была, начали открывать ларьки. А законов поведения в тот момент, когда ты начинаешь заниматься бизнесом, начинаешь работать с людьми, очень многие не знали. И вот сейчас я понимаю, насколько мне пригодились те знания, которые я тогда и получила, и отдавала, так сказать. Нас учили геометрии, тригонометрии, нас учили физики, химии, а общаться, как говорить, что говорить, и, главное, любить себя, нас не учили. Нам говорили, как прежде думая о родине, а потом о себе. Ну, основы коммунизма были такие. Люди жертвовали собой, люди думали не о себе, поэтому нас приучили, что нужно место всегда уступать. Нас приучали к тому, что нужно всегда сам погибай, а товарища выручай. И, естественно, ты выручил раз, два, три, а потом, по принципу, ложка дегтя портит бочку меда. Ты десять раз согласился выручить человека, на одиннадцатый отказался. Смотрите, гуляш, гуляш там по всем столам начался у меня. Вот, и на одиннадцатый, на двенадцатый раз ты отказал человеку, и ты стал врагом. Как так? Вспомните фильм «Влюблен по собственному желанию», как эту девушку-библиотекаря все имели. Одного там с Жека-мастера подождать нужно, другому нужно свекровь забрать из больницы, третий нужно с ребенком посидеть. И вот когда она отказала, кому-то сказала, «Нет, я не могу, у меня свое дело». «Как? Мне сказали, что вы порядочный и добрый человек!» А вы мне отказали. И вот сегодня я именно хотела, как бы, поговорить немножко о том, что «да» и «нет» – это абсолютно нормальное явление. И когда от нас слышат «нет», когда мы говорим «нет», и когда нам говорят «нет». Иногда мы все были в такой ситуации, когда идешь к подруге самой близкой, просишь «Так, вот деньги надо вот так, срочно!» А вот представьте, когда у человека нет, и она скажет «нет, нет». И если мы знаем, что у нее в данный момент действительно их может не быть, мы не обижаемся. Мы идем, нам надо найти эти деньги. Вот. И мы идем к соседям. Если когда у меня кто-то попросил большую сумму, я сказала «большую, не могу дать». Вот много, столько, вот столько могу дать. Но есть люди, которые категорически не понимают, что «нет, это норма», и это обиды, и это ссоры, и это недопонимание и возмущение. Вот такой элементарный случай. А, это еще очень часто сопряжено с самооценкой и с желанием как-то возвыситься над вами, когда к вам обращаются с просьбой, а вы отказываете. Человек не понимает, как это, как это он мне отказал, кто он такой. Я обратилась с просьбой, он отказал. Вот была ситуация у меня в Болгарии. Я здесь в Израиле освоила, я вам уже рассказывала, косметологию, маникюр и педикюр, и я приехала в Болгарию, и кто-то дал мой телефон там сделать педикюр. Женщине нужно было. Женщине тоже израильтянке. То есть она знает, сколько стоит педикюр в Израиле. Педикюр в Израиле, ну, грубо, образно, так скажем, стоит 30 евро. В Болгарии он стоит, ну, порядка 10, допустим, евро. У нас 30, там 10. И вот женщина говорит, у меня там проблемы, и я, значит, должна, мне так надо, так надо, мне дали ваш телефон, сказали, вы хорошо делаете, я должна сделать педикюр, мне уже больно. Хотя я говорю, хорошо, нет проблем, давайте встретимся. Я говорю, вот она, сколько это стоит? Я говорю, ну, 30 евро. Она израильтянка, приехала туда на три недели, я израильтянка, приехала туда на три недели. Почему? Я же, естественно, беру деньги, так как это стоит у нас в Израиле. Она, как? Здесь это стоит 10 евро. Я говорю, ну, пожалуйста, вот тут сидит педикюрист. Нет, 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 я должна, я не знаю, как они тут делают, мне сказали, они не вырезают в рощи ноготь, они не делают это. Мне нужен врачебный педикюр, медицинский, так сказать. Не СПА-педикюр, когда просто пил, это и пилят, а именно с инструментами, с вырезаниями проблем. Хорошо, тогда вот. Нет, я говорю, ну, в Израиле это стоит так. Забудьте, что это стоит в Израиле, мы сейчас в Болгарии. То есть человек хочет профессионала, который делает медицинский педикюр, как операцию, как в Израиле, а заплатить она хочет, как в Болгарии, где не делают такую услугу. Мне она сказала, нет, я нет. Не понял человек, почему нет, как нет. Что вам деньги не нужны? Нет, я отдыхать приехала, вот мне деньги не нужны. Я в Израиле заработаю по 30 евро за педикюры и приеду их тратить в Болгарию. В другой раз я приехала, позвонила, опять женщина, мне проблемы с ногами, мне дали ваш телефон, сколько стоит, когда вы меня можете принять. Я сказала, могу принять тогда, это стоит 30 евро. Устрою? Да, конечно, нет вопросов. Потому что человек знает, что так, оно стоит. Она из Израиля, я из Израиля, и она знает, сколько стоит эта услуга. Я, как в Израиле. Когда я буду работать в Болгарии, хвостик убрали. Если я приеду, я там начну работать в Болгарии и платить налоги в Болгарии, открой свой салон, меня там уже ждут даже. Я, конечно, буду брать цену болгарскую, разумеется. И мне еще попытались мое место указать. Хорошо. Вот. О чем это говорит? Человек ценит себя. Человек ценит свой доход. Человек считает свои деньги, мои деньги и мои интересы. В этот момент человек не считает. или приходит женщина на педикюр ко мне домой, у меня дома салон, делает по полной программе педикюр, подходит в момент расчета и говорит, Галя, а можно я тебе отдам меньше? Почему? Ты же знаешь, я мать-одиночка, и у меня с деньгами проблемы, а вот ты знаешь, я тоже мать-одиночка. Тогда еще. Это было лет уже 15 назад. Я тоже мать-одиночка. И я поэтому зарабатываю, что мне не хватает основной зарплаты, я подрабатываю. Почему ты мне не сказала заранее, что у тебя нет денег, а подождала, пока я закончу работу и обратно тебе те ногти уже не приклею? Если бы ты мне сказала, какая ты бедная, какая ты несчастная, у тебя нет денег даже на хлеб, может быть, я тебе сделала бы педикюр вообще в подарок, не взяла бы с тебя ни копейки. Но ты процедуру от меня полностью получила, полностью, так сказать, я тебя обслужила, а как пришло время расплачиваться, ты мой труд решила унизить. Сказать, что он стоит дешевле, что ты мне заплатишь столько, сколько как ты считаешь нужным, а не как с учетом, что я и так беру меньше всех. Потому что я не снимаю помещение, я работаю у себя дома, но тем не менее у меня официальный бизнес, и я каждый год подаю в налоговую инспекцию декларацию отчет о годовом доходе. Никогда нельзя позволять себя использовать в каких-то интересах чужих. Этого нельзя делать. А мы так привыкли. Уступи это место, тут удобнее сидеть, уступи. Подвинься. В театре, ой, уступите, пожалуйста. Вот пожилая женщина, она хочет вот из середины смотреть, а вы можете, или уже кто-то сидит на вашем месте, а давайте, ну, продано два, давайте мы вам поставим стульчик. Рядом, рядом. Поставим стульчик вот тут в проходе, и вы все прекрасно увидите. Правда, сидеть вы не сможете, раскинувшись в кресле, как положено, но вот так. Или вы едете в поезде, вам нужно куда-то, и вы специально сказали в кассе, что мне нужна только нижняя полка, и тут заходят люди и просят, ой, уступите, пожалуйста, у нас вот тут женщина с ребенком, она же не может туда лезть, а вам 60 лет, и вы тоже не можете лезть на верхнюю полку. Меня однажды в самолете, ребенку было где-то 6 лет, я в Пермь летала, и купила два билета. Три с половиной часа, что лететь было, не помню, или два с половиной. Я купила билет на себя, на Илюшу, и сидели, мы с ним сели, и когда уже проходили, все садились, ко мне стюардесса подошла, и сказала, вы не можете ребенка на руки взять? У нас там человек, он, ну, что-то там непонятно, возьмите, пожалуй, и причем это было сказано абсолютно указующим тоном, возьмите ребенка на руки. Почему? Ну, у нас там нужно кого-то посадить. Я говорю, у ребенка билет, он вот тут поедет. То есть, понимаете, а кто-то менее, так сказать, в себе уверенный, взял бы на руки, взял бы и летел бы дискомфортно с ребенком на коленках. И это очень часто бывает, что вас просят ущемить ваши интересы. Но сейчас уже другой век. Одно дело, когда это действительно что-то очень важное, вы стоите в очереди, и у вас кто-то просит, допустим, пропустить, потому что человеку очень плохо в поликлинике, допустим. Хотя для этого должен быть отдельный, конечно, бокс. Или когда я стою в очереди, у меня много покупок, и тут идет, даже не важно кто, мужчина, женщина молодой, не очень молодой, или пожилой, даже мне не важно. И у него там бутылка колы, и буханка хлеба. И он встает, а у меня я прекрасно знаю, что я задержусь. Проходите. Я сколько раз я просила. Но опять же, я могу только попросить. Да и нет. Это два варианта нормы. Мне могут отказать, могут не отказать, могут позволить. Когда я, например, купила пачку кофе, и в кассе говорю, можно я только пачку? Мне говорят, израильтяне, кстати, очень доброжелательный народ. Они говорят, да-да, конечно, иди, иди. И десять раз спасибо, спасибо большое. Здоровья, здоровья, спасибо большое. Еще улыбнешься, мило. Вот. Это одно. Тут не стоит идти на принцип, допустим, если дело там секундное, вас никто не ущемляет. Человек спросил разрешение. Все, да-да, нет-нет. Я могу сказать да, могу сказать нет, извините, я так тороплюсь, так тороплюсь. В другой раз я тоже как-то сказала, ребят, у меня автобус, у меня это самое, вот-вот. Ой, какой со мной случай был в Хабаровске. Много-много лет назад, когда сыну, которому сейчас 42 года, было 6 лет, мы ехали, мы летели на Сахалин. И в Хабаровске огромное-огромное кассовое, этот, кассовый зал. Там столпотворение. Мы ночь провели в комнате матери и ребенка. В 6 утра я пришла в кассовый зал, потому что в 7-10 поезд, который идет в Ванино, и огромное столпотворение народа. Я встала, поставила впереди себя Илюшу, и громко навязала. Говорю, товарищи, пропустите меня, пожалуйста, купить билет. Через час поезд до Ванино. Следующий только через сутки. У меня уже денег нет на комнату матери и ребенка. Пустите меня, пожалуйста. Там всего 3 окошка было. И какой-то мужчина из столпы говорит, ой, пустите женщину. Добровольно в Ванино едет. Все поржали и меня пустили. Вот. Просить, говорят, стучите, да вам откроют. Поэтому просить можно, но нужно всегда быть готовым к ответу нет. К ответу да, мы готовы всегда. Мы, когда идем с какой-то просьбой, однозначно мы готовимся к тому, что нам скажут да, конечно. К отрицательному ответу мы, как правило, не готовы. Но принять его надо нормально, адекватно и с уважением. Человек имеет право на свое мнение и он сказал, когда мне подруга отказала, что мне очень нужны были деньги, я попросила, нет, нет, у меня нет, у меня нет, хотя я прекрасно знала, что у нее есть. Но в этот момент я вспомнила, как другая подруга на Сахалине мне рассказывала, как она дала денег друзьям, потом они, когда пришло время отдавать, у них не было денег, как они сказали нет и через месяц опять нет и через три месяца нет и когда она подошла к ним уже и потребовала верните мне деньги, они чуть не швырнули ей в лицо, сказали, иди отсюда, у нас денег нет, вот последние гроши наши забирай, повели себя так, как будто не они ей должны, а она им и она потеряла друзей, это студенческая компания, а со всеми остальными, которые им отказали, сказали, нет, у нас денег нет, иди калки, у нее муж моряк, он тебе займет, вот, и она дала деньги в долг им и все, и друзей нет и она уже в эту компанию больше не могла идти, потому что все друзья встречались и они там были и она же, вы знаете, люди очень часто бывают в ситуации, в итоге ненавидят и плохо относятся к тем, кому они должны, это вот такая непонятная совершенно проблема, у меня обслуживала женщина, а поскольку я делаю украшения, поскольку у меня еще есть сопутствующие товары в косметическом, в моем салоне, это и косметика, и парфюмерия, и духи, она набрала почти на тысячу шекелей, это порядка, ну, порядка 250 евро, на тысячу шекелей, когда пришло время отдавать, она не отдает, она не отдает, и снова не отдает, и снова не отдает, прошло полгода, я уже ей подошла несколько раз и увидела, в городе она не отдает, завтра-завтра-послезавтра я к тебе дочь пришла и принесу, и не отдает, при этом я ее встречаю в ресторанах с мужчинами, то есть я знаю прекрасно, что она сдает квартиру, у нее деньги есть, но она не отдает, я не знаю почему и я пришла однажды в магазин я увидела ее с дочерью прошло уже на полгода с дочерью и она быстро я вижу это боковым зрением она встала за стол большой за колонна она стала за колонну а дочку поставила рядом и дочь смотрит на меня я прохожу я по губам промежут она сюда идет она сюда идет я прохожу она стоит за столбом я говорю иран я что тебе виллы сделала жду что ты мне их отдашь но зачем так-то опускаться так позориться так она мне их и не отдала еще и дочь как бы учила брать и все бывает и такие ситуации человек если бедный и у него нет денег его надо освободить от долга но я-то знаю что этот человека есть ладно бог с ним я и простила я не буду делать проблемы из-за этого у евреев вообще я когда-то читала в книжечке у них написано если человек не может вернуть долг не требуй не имеешь права вернуть если он голодает если у него не на что жить у него голодные дети ты должен простить поэтому давать в долг ты можешь ровно столько такую сумму без которой ты можешь обойтись которая не нанесет урон тебе твоей семье твоему кошельку и естественно давая деньги взаймы или какое-то украшение у вас попросили куда-то одеть или что-то продукты у вас попросили потому что человек голодает пришел сказал дал дай полстакана порошка стирального или там 5 яиц всегда нужно быть готовыми что долг не вернут да не оскудеет рука дающего я потом заболела когда меня от оперировали мне столько людей помогли мне столько людей подруга дала мне две тысячи которая не могла мне навещать больницы когда ей их возвращала через полгода она говорит что что нет мы тебе дали не в долг мы тебе тогда дали деньги на поправку здоровья нет и ни за что не взяла у меня муж работает зарабатывает галям и про эти деньги даже мы как тебе и дали даже не вспоминаю мне 10 человек или больше дали безвозмездно деньги вот приходит закон бумеранга никто не отменял приходит вы сделали доброе дело и вам его обязательно сделают недавно я встретила эту женщину который мне не отдала долги в аптеке я ну я конечно старше ее лет на 10 но я иду красиво одетая в джинсиках в облипочку в белом жилетике в ботиночках красивых не всегда моя подружка катерина это так стильно одеваешься никто не на говорит вот я знаю что вещи тебя соли экспресс там еще ну ты так стильно всегда одета люблю я вещи недорогие можно прям сказать дешевые но все это так подобрано все я люблю вот так вот да все обувь люблю красивые очки люблю красивые и я красиво одетая нарядная она на такая замурзанная бедно одетая такая не разбогатела над этой тысячи мне она вернулась многократно ей нет не даже стало жалко она так плохо выглядела так мы поздоровались я поздоровалась не слова привет ира и пошла дальше она растерялась вначале но тем не менее это к тому что если вы делаете и не берете деньги сразу будьте готовы что вы это делаете просто так подобрать и души и ни одно доброе дело не остается как мой папа говорит безнаказанным но и ни одно доброе дело не остается без следа обязательно добро возвращается много я сегодня наговорила немножко хотела вообще другом говорить потом куда-то вырулила но ничего я завтра еще что-нибудь расскажу если вы услышали для себя что-то нужное что-то полезное если вы со мной согласны или не согласны пишите мне делитесь моим роликом может быть мои слова прозвучат вовремя я буду рада всего всем самого-самого доброго еще услышимся пока пока с вами была ваша галя